Продолжение следует... Антон, расскажи, чем конкретно ты в Азуле занимаешься, не спаляя весь доклад при этом, правда? Это было бы обидно. Я, на самом деле, как-то, получается, приходится заниматься очень многими вещами. Казул компания небольшая, поэтому мы все там занимаемся, вот, практически всем. Начинал я, конечно, вот, да, как я правильно сказал, с ARM порта под ARM32, и потом все это как-то продолжилось другими портами, то есть мы и поддерживаем ARM64 порт, который сейчас хостится в OpenJDK, потом мы делали и ППЦ порты 32.64, да и потом как-то плавно перешел в основном к теме улучшения времени старта и улучшения времени разогрева виртуальной машины. Ага. И вот, в общем-то, и доклад будет как раз тоже про время старта. Но если посмотреть, то вообще есть такая тенденция, что все больше и больше люди говорят про стартап Java, и в том числе, скажем, на этом Джокере было много докладов про всякие маленькие фреймворки, которые должны быстро стартовать, про технологии, которые гарантируют быстрый старт. Что это вообще? Почему стартап так важен? И вот, Глеб, скажи тебе, важен стартап Java? Конечно, важен. Я же хочу, чтобы у меня был серверлесс, который выдает ошибку HTTP 500. Если он будет слишком медленно стартовать, то тогда не прокатит. Ну да, ну и, соответственно, наверное, это тенденция. Скажи, Антон, как ты думаешь? Ну, вообще, да, как бы основной тренд на микросерверность, на уменьшение размера каждой программы, он как-то все нас приводит к пониманию, что наши Java-программы стартуют недостаточно хорошо. И вот тема, про которую я сегодня буду рассказывать, она растет как раз, она выросла из имбедии, да, но совершенно неожиданным концом, оказывается, хорошо подходит для, в общем-то, Java во всем мире. Вот об этом я сегодня хочу рассказывать. Ага, значит, и имбедии, и Java во всем мире. То есть это для всех пользователей Java будет максимально полезно. Что ж, ну, давайте не будем дальше оттягивать. Антон, расскажи нам, как быстро стартовать Java. Да, соответственно, тема доклада называется координаты от рестора чекпоинт, и что это такое, сейчас будем разбираться. Во-первых, давайте сначала поймем, в чем же состоится сама проблема. То есть что такое проблема до проблемы медленного старта Java. То есть первая часть – это долгая инициализация. Это, в общем-то, инициализация – это то, что пользователю, в общем-то, совершенно не нужно, и он как бы заинтересован, чтобы эту инициализацию сжать до полного, скажем, до нуля. Но это, к сожалению, не всегда получается просто из-за того, что из-за дизайна Java. То есть, во-первых, мы знаем, что Java-программа состоит из небольшого набора, из большого набора маленьких файликов, которые называются Java-классы. Соответственно, чтобы что-то начать исполнять, нужно сначала такой класс загрузить, потом распарсить, аккуратно расложить в память виртуальной машины, пролинковать куда-нибудь. И каждый раз нам за таким маленьким класс-файлом приходится ходить на диск. Даже после того, как мы все загрузили, это не значит, что можем пойти исполнять код. Потом, чтобы хоть что-то сделать с Java-классом, что-то исполнить из Java-класса, нужно его проинициализировать. То есть исполнить статик-инициализатор, который по Java-семантике никак нельзя пропустить. И в этом инициализаторе может находиться все, что угодно. То есть дополнительные загрузки классов, что будет приводить к дополнительным инициализациям и так далее, и так далее, и так далее. В какой-то момент у нас включается JIT-компилятор во весь процесс инициализации, и, в принципе, он должен бы нас спасти. К сожалению, это происходит не всегда так, потому что JIT-компилятор смотрит на статистику исполнения, и, в общем-то, решение о том, что нужно скомпилировать, это эвристика, и эвристика не всегда бывает точной. Дополнительная проблема является то, что JIT-компилятор – это тоже какая-то программа, которую где-то надо исполнять. То есть если у нас есть какие-то, скажем, если у нас простаивает одно свободное ядро на машине, то мы можем нанести JIT-компилятор на это ядро и как бы считать, что если JIT-компилятор скомпилировал что-то не то, неправильное или не так, то мы просто потеряем время, или там, может быть, немножко электроэнергии, если мы говорим про embedded. А если же ядер у нас оказывается недостаточный или поток компиляции достаточно большой, то компилятору приходится соревноваться с основным потоком инициализации. И тут уже, соответственно, у нас должен быть достаточно аккуратный тюнинг о том же, что же мы приоритизируем – основной поток инициализации, либо JIT-компилятор. То есть это первая часть инициализации, проблема инициализации, и, в общем-то, мы бы вообще, на самом деле, хотели бы от нее избавиться. Вторая часть проблемы производительности Java – это фаза, когда, например, у нас микросервис начинает обрабатывать поток запросов, то есть, например, обращение к какому-нибудь endpoint. И здесь, если так подумать, то у нас, в общем-то, все те же проблемы, только сбоку. То есть, когда мы первый раз обращаемся к endpoint, нам нужно загрузить класс, класс обработчиков, проделать все то же самое. Точно так же понадеяться, что JIT-компилятор что-то исполнит, это не всегда так, и поэтому нам приходится разогревать программу и виртуальную машину, соответственно, подавая, по сути, множество запросов. В конце концов, статисты, как бы весь процесс оптимизации сходятся, и мы получаем какую-то производительную систему. Проблема в том, что мы хотим, чтобы этот процесс сходился как можно быстрее. И вот с этим мы будем сегодня бороться. Ну, так как я из Embedded, я просто обязан для самого себя сказать и для слушателей обозначить, в чем же еще большая проблема при использовании контейнеров и Embedded. То есть, контейнеров и, например, Embedded систем. Проблема в том, что ресурсов для того, чтобы все это проделать, становится все меньше. И, в принципе, да, если мы говорим про Embedded системы, то надо представлять Raspberry Pi. Это как бы одноядерная система, 800 МГц, ARM32. То есть это один из целевых, как бы сказать, целевых платформ, на которые нам приходится ориентироваться. И, в принципе, да, если мы думаем, что вы в каком-нибудь огромном сервере, на котором крутится контейнер, таких проблем нет, это на самом деле неправда, потому что на сервере крутится множество контейнеров, и все они соревнуются за ресурсы. И, по сути, операционной системе приходится точно так же уменьшать доступную квоту процессора, доступ, как бы, приоритизировать, точнее, планировать последовательность запроса в жесткому диску, что, в общем-то, эквивалентно тому, что мы работаем на очень-очень маленькой и дохлой системе. Проблема, естественно, в Java присутствует прямо с момента зарождения, и, естественно, уже очень многое сделано с большим успехом для того, чтобы как-то решать проблему производительности. То есть сам по себе JIT – это одна из технологий, которая в некотором смысле работает автомагически. Мы включаем JIT, и после этого программы начинают работать быстрее. В общем-то, на слайде представлены все технологии, которые здесь представлены, они написаны в порядке, скажем так, уменьшения магичности. То есть JIT работает сам по себе, апп-класс дата-шаринг, аппликашн-класс дата-шаринг – это способ, с помощью которого можно оптимизировать загрузки классов из диска, то есть можно сохранить на диск множество классов в уже распашенном формате, в котором оперирует виртуальная машина. Соответственно, можно избежать хаотических загрузок из рандомных мест, например, жарфайла, и вместо этого загрузить один большой образ множество классов. А ahead-of-time компиляцию мы тоже как бы знаем. Это функция, которая появилась в девятой версии и, к сожалению, задеприкатилась в шестнадцатой версии. Соответственно, это та, которая позволяет предгенерировать нативный код, который можно будет использовать в рантайме без того, чтобы потратить время на компиляцию, нажить компиляцию. Это ради цепи, самое главное, нажить компиляцию. Ну, играли native image, мы тоже все знаем и понимаем, в чем его особенность. Интересно, что у каждой этой технологии есть некоторые трейдов, да, то есть JIT-компилятор приходит не бесплатно, JIT приходит с некоторым, с необходимостью разогрева, да, то есть эта технология, скажем так, не бесплатная. Ну и опять же, для того, чтобы что-то поджитовать, нужно потратить дополнительный отцпул. Дальше технологии начинают требовать некоторой подготовки предварительно. То есть образ классов, для того, чтобы их можно было загрузить, нужно сначала подготовить. То же самое и для head-of-time компиляции. Надо сначала руками запустить JIT, JIT, получить софайл, разместить его куда нужно, и после этого только можно будет использовать пресс-генерированный код. Ну и игра native image точно так же требует какой-то дополнительной фазы прединициализации, да, то есть для native image это фаза компиляции. И мы знаем, в общем-то, с какими дополнительными, в каких дополнительных предположениях native image работает хорошо. То есть нам нужен закрытый мир. То есть те моменты, когда мир перестает быть закрытым, нам нужно производить дополнительную конфигурацию, например, с помощью config-файлов, объясняя в точках выхода, что же происходит, что же должно происходить в этом месте, по мнению программиста. Технология, про которую я рассказываю, она вот субъективно лежит, ну то есть это достаточно такая вся классификация субъективной, и технология субъективно лежит где-то вот в этом месте. То есть это что-то, что по идее сложнее, что точно не лежит в первом спектре автомагичности, но кажется, что это чуть-чуть проще в использовании, чем граиль native image. И результаты, в принципе, те, которые мы ожидаем увидеть, они тоже очень похожи на… с другой стороны, да, они тоже, они похожи на граиль native image. То есть здесь мы надеемся закрыть некоторый гэп, который есть в существующих технологиях. Координат от рестора чекпоинт, крак основан на… точнее, вдохновлен технологией Крио, которую можно найти на Linux операционной системе. То есть что это такое? Крио – это инструмент, который приносит в контейнеры такие функции, которые мы привыкли иметь для виртуальных машин. То есть если у нас есть Linux хост, на котором руководится контейнер, мы бы, наверное, мы хотели бы уметь перенести контейнер с этого хоста на, например, соседний. То есть, например, если это физически разные сервера. Мы можем хотеть реплицировать контейнеры и вот такого рода… производить такого рода операцию. Интересно, что Linux контейнер – это на самом деле лишь набор Linux процессов в каком-то таком псевдоэмулированном окружении. И потом задачей для Крио становится не взаимодействие с контейнерами, а на самом деле взаимодействие с процессами. И поэтому спектр применения Крио на самом деле гораздо шире, чем просто контейнер. Крио предоставляет две большие операции. Первая операция – чекпоинт. Смысл у нее достаточно простой. Если вы в жизни видели CoreDump. А если у меня есть рабочий процесс, я могу на этот процесс запустить Крио, и Крио мне сделает что-то очень похожее на CoreDump. То есть, на самом деле, образ процесса в текущий момент исполнения. Ну и так же, как с CoreDump, можно считать, что оригинальный процесс умрет. И вот такая простая модель первой операции. Самое интересное, что из этого образа, из сохраненного образа процесса, можно развернуть оригинальный процесс, как если бы он все это время существовал. Как если бы операционная система просто бы не планировала его все это время. В то же время, это полная копия процесса. Это совершенно, с одной стороны, полная копия, а с другой стороны, этот процесс, который раньше, который некоторое время уже не существовал физически. И вот с использованием крио, нам бы хотелось попробовать использовать крио против джавы. Потому что, в принципе, это могло бы привести к каким-то очень интересным результатам. Давайте попробуем подготовиться и сделать следующую вещь. Сначала инициализируем джава-приложение, как мы это сделали бы обычно. Разогреваем приложение, разогреваем приложение JVM, а затем делаем чекпоинт. И вот теперь у нас в руках оказывается образ всей виртуальной машины и программы в ней. И восстановление этого образа, это было бы что-то примерно походящее на старт. Но старт с очень интересными характеристиками. Во-первых, сразу же после старта все классы загружены, проинициализированы. То есть у нас нет фазы, такой, скажем так, фазы долгой загрузки. У нас есть только фаза восстановления, которую делает Крио. И как мы потом посмотрим, это достаточно низкоуровневая и быстрая операция. И что также интересно, что после такого старта мы бы получали виртуальную машину, в которой полностью разогрета для исполнения запросов. То есть контролируя, как мы делали чекпоинт, мы можем прийти в состояние, в котором рестор происходит в полностью, скажем так, в боевом готовом состоянии. Состояние в полностью разогретом, которое бы потом фактически можно было отправлять сразу в продакшн. И самое классное, что прямо сейчас это можно потрогать, скажем так, руками. То есть можно взять простую Java программу, пусть в ней будет какая-то очень важная и полезная инициализация, приглашение к пользователю для ввода, получения запроса и обработка этого запроса. То есть, в принципе, мы можем запустить такую программу и запустить крию на нее прямо сейчас. Об этом можно чуть подробнее почитать в блоге Кристины, в котором прописаны все шаги, которые необходимо сделать для этого. Единственное, как бы вот так сходу проблема, которая может быть заметна, заключается в том, заключается в том, что вот такой вот образ, который продолжился бы с желтой строчки, был бы недостаточно, скажем так, не совсем юзерфрендли, потому что программа бы восстанавливалась как бы без приглашения для ввода. И я знаю, что и Кристина над этим работает, и в Краке тоже есть какие-то инструменты, как это решить. Что мы можем сделать? Давайте заведем такой специальный живой метод, который будет совершать чекпоинт текущей исполняемой виртуальной машины и будет возвращаться тогда, когда уже произошел рестор. То есть тогда бы вот эта фаза инициализации оказалась бы до чекпоинта, то есть она бы сохранилась в образ, а все дальше продолжалось бы после рестор. То есть прямо сейчас это можно, как это сделать прямо сейчас, можно прочитать вот по вот этой ссылке. Выглядит это вот таким вот образом. Что первое дело? Мы скачиваем джаву, которая в своей версии рапортует слово Крак. И после этого у нас появляется нужный вызов API и появляется дополнительная опция, которой можно воспользоваться. называется опция Checkpoint2, которая задает путь до образа, где будет сохранен путь до образа, где и сохранится образ после чекпоинта. То есть если мы сейчас все вот это запустим, мы увидим обычную инициализацию и в строчке, первая строчка, которая значит, мы идем в чекпоинт, и вторая строчка, убита, это тоже, как обычно, сопровождается чекпоинт с использованием Криво. То есть вот это абсолютно нормальный чекпоинт. И самое, то, чего мы добивались, самое интересное, это то, что мы можем восстановить программу прямо с нужной нам точки. То есть вот мы можем получить что-то, что стартует быстро, 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 и то, что экономит нам фазу инициализации фактически на каждом запуске. Антон, а покажи, какой по размеру образ-то появился. То есть вот когда ты сохранил, сколько это заняло места-то в целом. Ага, это правильно, надо следить за руками. Давайте посмотрим, если честно. Мало ли, вдруг там 3 гигабайта. Это валидно, да, оно могло получиться по-разному. Вот фу, мне везет, здесь 13 мегабайт всего. Вот это другой разговор. Здорово. Да, то есть это что-то по идее сравнимое с размером самой, скажем так, с размером самой лип-джи-вем. То есть для некоторых к применению 13 мегабайт это критично, но в принципе в мире есть надежда, что нет. И мы посмотрим, может быть, с этим можно что-то поделать в будущем. Вот, и то есть это что-то, что Крак представляет прямо сейчас. И скажем так, это не что-то новое относительно Крив. Это еще как бы не основная фишка. Сейчас мы посмотрим, где находится основная. Водушевленный таким успехом, давайте попробуем сделать что-то более интересное. Возьмем Jetty Web Service. Точно так же его проинициализируем полностью. Будем считать, что фаза инициализации заканчивается тогда, когда сервер оказывается запущен и принимает запросы. И вот после этого, после этой точки делаем запрос на чекпоинт. И вот давайте сейчас мысленно подумаем, что будет, если это был, например, высокопроизводительный веб-сервис, который нужно масштабировать во времени, с истечением времени. И так неудачно получилось, что мы восстановили такой сервис один раз, он занял порт 8080, и пытаемся восстановить его второй раз на этой же машине. Обычно, что бы мы хотели увидеть, это java exception, в котором было бы написано порт занят, пожалуйста, повторите. А что будет, если мы пытаемся восстановить, продолжить исполнение с вот этой вот точки дважды, то есть сделать два restore. Пусть первый удастся, в этом нет ничего, скажем так, удивительного. Второй должен не удастся, потому что порт 8080 занят. Но куда бы мы прокинули этот exception? То есть, дело в том, что точка, в которой мы сейчас исполняемся на момент checkpoint restore, как бы не уже логически находится в будущем относительно возможности, относительно той точки, где могла бы возникнуть ошибка. То есть, нам бы нужно было прокинуть этот exception в прошлое. И что с этим делать, на самом деле, непонятно. И, в общем-то, такова логика работы CRIO. Она в том, что в случае обнаружения какого-то конфликта, например, по ресурсам, CRIO просто отказывается восстанавливать образ программы. И это правильно и безопасно в такой модели работы. Соответственно, в целом, можно так и смотреть на проблемы CRIO при использовании, например, Java или с любым другим, скажем так, прикладным приложением. То есть, если мы пытаемся думать о восстановлении, как о новом запуске. Во-первых, у нас есть какое-то внутреннее состояние, которое больше может быть невалидно. То есть, даже в моих простых примерах вот такая инициализация может захватить что-то, что, в общем-то, в образ было бы складывать нежелательно. Например, это может быть какое-нибудь рандомное число, которое используется для генерации сертификатов. То есть, мы бы могли записать в образ что-то, что сделал бы все наши будущие якобы шифрованные соединения совсем небезопасны. Вторая часть проблемы это внешнее состояние. То есть, про конфликты мы уже поговорили и, в принципе, такие проблемы можно очень легко накидать в множество таких проблем в таком виде. То есть, например, представим, что у нас микросервис, который обрабатывает запросы, которым он предоставляет какой-нибудь месседж-брокер. Соответственно, микросервис должен сначала подключиться к брокеру для того, чтобы фактически зарегистрироваться, чтобы начать получать сообщение. Получается так, что либо мы надеемся, что механизм CheckPoint Restore сможет восстановить такое соединение, либо нет, и тогда у нас проблемы. Потому что протоколы между, скажем так, воркерами и брокером, они могут быть достаточно сложны. То есть, для того, чтобы их восстановить, нужно запустить какую-то, может быть, весьма нетривиальную логику. И вот основная задача Крак, это решить именно вот эту проблему. Крак основывается, Крак, в общем-то, это два принципа, совмещенные в одном. Эти принципы работают для того, чтобы создать гибкие и надежные образы. То есть, во-первых, что мы должны сделать? Мы должны позволить приложениям управлять состоянием и ресурсами в момент CheckPoint и Restore для того, чтобы решать какие-то проблемы как с внутренним, так и с внешним состоянием. Сейчас в качестве решения мы предполагаем, что это будет просто механизм для оповещения, в котором будут появляться события в духе того, что мы идем в CheckPoint и мы возвращаемся из Restore. Вторая часть, основная, одна из важных свойств Крак, это сделать так, чтобы в случае, если приложение недостаточно хорошо управляет своим состоянием, предоставить какую-то дополнительную информацию и, в общем-то, отладку для такого, то есть, как бы обнаружения таких вот критичных, потенциально критичных ситуаций. Сейчас мы на это смотрим следующим образом. То есть, если на момент CheckPoint Крак обнаруживает открыто какой-нибудь ресурс операционной системы, то Крак просто отказывается делать CheckPoint в этом случае. Просто потому, что у нас может быть множество проблем. Либо мы получим конфликт, либо мы получим отсутствие регистрации. То есть, вообще, такое состояние с открытыми сокетами, с открытыми ресурсами, это значит, что программист недостаточно хорошо позаботился об управлении состоянием. И вот сейчас можно попробовать запустить GT сервер и посмотреть, к чему приведет такой запуск. То есть, делаем все то же самое. Делаем Крак CheckPoint True, CheckPoint 2, указываем файл, jar файл и получаем exception. Вот прямо в том месте, где мы ожидали. То есть, во-первых, у нас есть CheckPoint exception, мы не можем сделать CheckPoint и в качестве причины указано то, что обнаружен открытый сокет. Сокет, который слушают на 80-м порте, к которому никто еще не присоединен. Это точно GT socket и, соответственно, так сделать CheckPoint нельзя. Вот, соответственно, что же делать? Нужно попробовать воспользоваться. Да, да? Давай сразу разберемся, не отходя от дела. А вот как, собственно, мы находим-то эти проблемы? То есть, ты говоришь, что мы находим открытые файлы, сокеты и так далее. Это как-то на уровне Java кода разрешается или может быть как-то по-другому? Потому что, ну, насколько это надежно, насколько точно, что мы все такие открытые сокеты как-то увидим? Это, наверное, вопрос реализации, да, и мы, на самом деле, думали про разные варианты. То есть, действительно, можно, например, трекать вот такие вот ресурсы на Java уровне, то есть, помечая открытый файл при создании, что типа вот он есть, и в момент чек-поинта обнаруживать все помеченные открытые файлы. Сейчас мы, на самом деле, поступаем чуть проще и, может быть, производительнее. На момент чек-поинта мы начинаем анализировать состояние Linux процесса и смотрим просто на открытые ресурсы. Это примерно то же самое, что делает Creo. То есть, мы в некотором смысле вдохновлялись. Вполне логично. Это очень надежно, потому что так мы точно, что все увидим. Понятно. Спасибо. Да. Это так, да? То есть, потом надо сказать, что крак – это технология work in progress, там может быть какие-то шероховатости, но в этом месте мы считаем, что мы здесь должны быть большие молодцы и вот эту часть делать действительно правильно. Соответственно, у нас есть проблема, давайте ее решим. То есть, у нас есть механизм для оповещения, давайте им его попробуем воспользоваться. Что мы делаем? Мы добавляем имплементацию объекта, имплементацию Java интерфейса ресурс с двумя методами. Первый метод before checkpoint вызывается тогда, когда, соответственно, поступает запрос на чекпоинт. И в этом методе мы просто опускаем веб-сервис. Авторестор вызывается тогда, когда система восстанавливается и здесь мы можем поднять сервис снова. То есть, вот такая вот простая и достаточно прямолинейная реализация. Все, что остается сделать, это зарегистрировать нашу новую реализацию для того, чтобы получать оповещения о событиях checkpoint и restore. И вот, если мы сейчас, если мы проделаем указанные модификации в коде и попробуем запустить наш образ, попробуем сделать чекпоинт нашего джетия сервиса, то в этот раз у нас получится успех. А успех, который возможен из-за того, что на момент создания чекпоинта сокета нет. И, соответственно, состояние корректное, которое это состояние корректное, которое может быть восстановлено множество раз, как если бы это был бы просто запуск Java инстанса с GT сервером. Ну, соответственно, конечно, можно теперь восстановить такой сервис. Соответственно, можно было бы пытаться оценить скорость восстановления, но проще ее посмотреть на самом деле на графиках. Какие-то похожие модификации мы проделали для простых сервисов, которые основаны, во-первых, на популярных фреймворках, это Spring Boot, Micronaut и Quarkus. На слайде указаны времена стартов для простого сервиса, который возвращает константную строчку Hello World. Соответственно, видно, что для Spring Boot ой, простите, вот он слайд. Видно, что для Spring Boot время восстановления составляет порядка четырех секунд, Micronaut и Quarkus для примерно по тысяче. И вот вопрос, да, сколько мы можем получить, если мы возьмем крак для старта таких сервисов. И, к сожалению, ответ я уже проспойлерил в описании доклада. Время получается примерно такое. то есть для того, чтобы запустить Spring Boot сервис, нужно порядка сорока миллисекунд. И что может быть очень интересно, что время изначальной инициализации совершенно не влияет на время restore. То есть, да, какими долгими бы вычисления не были, мы все равно восстанавливаем инстанс за вот указанное время. Это, то есть мы немножко обсудим, какие эффекты, то есть какие факторы влияют на время восстановления и покажем, как получается именно вот это вот очень такое весьма впечатляющее время, на мой взгляд. Соответственно, предположим, что вот здесь вот мы научились решать проблему быстрого старта. То есть пока результаты выглядят достаточно впечатляющими. Что про производительность, то есть что про время обработки каждого запроса. Если мы посмотрим на Quarkus, то кривая обработки выглядит примерно так. По горизонтали это количество запросов, которые, то есть суммарное количество запросов, которые мы успели сделать в какой-то точке, а по горизонтали это суммарное время обработки. То есть, например, для обработки 70 тысяч запросов, которые возвращают строчку Hello World, требуется в сумме порядка 30 секунд. и видно, что вначале эта кривая достаточно крутая, то есть каждый запрос обрабатывается достаточно долгое время. Затем в течение времени кривая становится более пологой, то есть каждый запрос занимается все меньше и меньше, и затем в районе 20-тысячного запроса виртуальная машина полностью разогрета, и, соответственно, время обработки каждого запроса больше не меняется и остается постоянно. Что бы мы хотели, это сделать чекпоинт в последней точке на момент обработки 100-тысячного запроса и посмотреть, какое же будет время обработки и восстановления сразу же после. Сейчас у нас прямо такого механизма в руках нет, у нас есть вызов API, который мы должны вызвать в какой-то момент, и, соответственно, у нас нет понимания, как же запрограммировать этот API после успешного разогрева, то есть что такое разогрев в Java коде. Нам нужен какой-то дополнительный инструмент и такой существует. То есть что мы можем сделать? Убираем вызов API и запускаем чекпоинт снова. Код координации остается на месте. Вот NJT сервис, например, стартует. И теперь что мы можем сделать? Это разогреть его каким-нибудь запросом. Что остается сделать? Это чекпоинт. Для этого спрашиваем GPS, какие у нас есть виртуальные виртуальные машины на системе и делаем специальную новую JTMD команду для нашей запущенной виртуальной машины, которая называется JDK чекпоинт. Семантика которая очень простая это вызвать тот же самый вызов API, сделать вызов того же самого API. Соответственно мы видим, что сервер останавливается, вызывается before checkpoint hook и у нас появляется образ. Теперь этот образ можно запустить и примерно оценить глазами сколько требуется для того, чтобы обработать первый запрос. Единственное, что глазами на это смотреть неудобно, на графике это выглядит следующим образом. То есть для Quarkus кривая обработки запросов практически с самого же старта совпадает с кривой на момент создания образа. И вот этим элементом, созданием чекпоинт в любой момент времени кажется, что можно решить и вторую проблему, а именно проблему долгого разогрева. Соответственно, вот из этого состоит по сути состоит крак. Первый элемент это использование механизма чекпоинт рестор для того, чтобы сохранять образ виртуальной машины с одной стороны. С другой стороны, это обязательство для программы управлять состоянием. Третий элемент это помощь крака с технической стороны для того, чтобы определять какие-то существенные части состояния, с которыми программист до конца может быть не доработал. И в случае чего крак может отменять чекпоинт. И, соответственно, в итоге все это нам должно дать, во-первых, быстрое развертывание и, во-вторых, отсутствие прогрева сразу же после развертывания. То есть кажется, что проблема долгого старта и выхода на финальную производительность должна быть решена. Вот в этом месте можно было бы спросить, наверное, участников, слушателей, может быть, есть какие-то вопросы, потому что это какие-то новые концепции, их может быть было бы... Да, у нас уже есть два вопроса в чате, на самом деле. Вот оба твани землянского, но один из них я предлагаю наконец принести, ты частично на него ответишь, а второй хороший прямо сейчас для обсуждения, он такой, вот чтобы заиспользовать крак, что нужно сделать? нужно ли как-то пропатчить ядро, нужно ли что-то поставить дополнительную софтину, или можно вот прям просто взять и тут же начать крак использовать? Можно попытаться использовать крак прямо сейчас и узнать о проблемах, скажем так, из первых рук, потому что кажется... Ну, то есть немножко про реализацию расскажу, вот сейчас крак основан на Крио, и Крио как матерая технология, она в общем-то работает много где, то есть ядро патчить не надо. Есть какие-то такие не очень приятные элементы, например, что есть внутри крака есть один экзекьютабл, который нужно исполнять с root правами от сама Крио, то есть это может быть как-то ограничивать применение. И вот на самом деле может быть действительно важная часть, что вот сейчас нам потребовалось модифицировать программу, и в общем-то предполагается, что вот учитывая, что программа должна управлять состоянием, это придется делать и в дальнейшем. То есть вот это может быть основная проблема. Не, ну главное, что в принципе железка-то не нужна никакая специальная, да, вот просто берешь и запускаешь. И это стоп. Да, то есть это должно работать на, скажем, на какой-нибудь последний убунте, это должно работать из коробки. Ну, давай я еще от себя небольшой вопрос добавлю и пойдем дальше. Вопрос такой, что правильно, ведь я понимаю, что чем больше сейчас, ну, чем в принципе больше приложение памяти кушает, чем больше у него раздут хип, тем больше будет образ. То есть на самом деле зависимость такова. Верно? Да, сейчас это, к сожалению, так, да, просто потому что хип это часть состояния. Это буквально то, что мы как раз хотим сохранить и то, что потребуется программе в будущем. Есть некоторые элементы, которые с этим позволяют, скажем так, бороться, да, и как бы сделать менее больным. Я их тоже попытаюсь осветить во второй части доклада. Отлично. Отлично. Ну, предлагаю тогда продолжать, а остальные вопросы в конце дообширим. Отлично. Соответственно, да, вот этот вопрос пришелся прямо в масть, да, вопрос, что нужно сделать. И очень важно понимать, что мы требуем изменять программы. И в принципе это потенциально большое требование, да, потому что у нас уже в руках есть как бы gradative image, который требует достаточно больших вложений сил для того, чтобы этим можно было пользоваться, скажем так, ну, можно было пользоваться, да, довести до работоспособного состояния. То есть нет ли здесь такой же проблемы. Ответ, ответа прям готового нет, но есть какие-то, скажем так, предположения, которые намекают на то, что координация в таком виде это не так, чтобы сильно и сложно. Во-первых, не нужно модифицировать все программы в мире, достаточно модифицировать фреймворки, которые управляют частью состояния нашей программы. То есть, например, веб-фреймворк это что-то, что следит за сетевыми соединениями и что, в общем-то, никак, что полностью абстрагирует управление сетевыми соединениями от прикладной программы. Если мы добавляем код координации в фреймворк, то все программы, которые им пользуются, получают координацию бесплатно. И это, в общем-то, на самом деле, чисто организационно выглядит как очень важной составной частью. Если мы начинаем думать, как модифицировать фреймворк, и здесь у нас начинаются, скажем так, варианты, в зависимости от того, в каких предположениях мы собираемся делать чекпоинт или стор. вот сейчас вот джеки и рассмотренные фреймворки я модифицировал просто в формате опустили сервис и подняли сервис. И в некоторых окружениях этого оказывается достаточно. Если у нас сейчас нет активных сетевых соединений, то почему бы просто не опустить слушающий сервис? Это и будет достойный код координации. Если же у нас нет момента в жизни программы, когда, то есть если мы пытаемся сделать чекпоинт в момент, когда, скажем так, программа обрабатывает какой-то пользовательский запрос, мы можем попытаться перейти в обратно спокойное состояние. То есть мы, например, можем попытаться заблокировать чекпоинт до тех пор, пока все запросы не будут обработаны. То есть, в принципе, интерфейс before checkpoint это позволяет. Также интерфейс позволяет отменить чекпоинт. Ну, в духе с предположением, что тот, кто инициировал с чекпоинт, придет через 5 секунд и, может быть, и что еще можно, то есть, в самом крайнем случае, если у нас нет возможности дойти до спокойного состояния, мы можем попробовать сделать mock для того ресурса, который мешает нам сделать чекпоинт. В самом простом варианте, ну, так гипотетический пример, предположим, у нас наша программа логирует что-то на удаленный сервер. То есть, и вот такой вот логинг бежит постоянно. Опустить, как так, опустить соединение само по себе мы не можем. Но мы можем начать, мы можем начать буферизировать логинг сначала себе в память, а потом уже опустить соединение. Тогда получается, что на момент чекпоинта у нас просто в памяти в буфере окажется какое-то количество записей, которые мы спокойно процессируем после restore, после восстановления соединения с логинг-сервером. Еще есть надежда, что вот такой вот код координации уже на самом деле написан в нашей программе, да, потому что, в общем-то, хорошая программа, она устойчива к ошибкам. То есть, если, например, у меня веб-сервис, который работает с базой данных, то, в принципе, было бы хорошо, если бы мой веб-сервис умел бы поддерживать ситуацию, когда коннект до базы данных теряется, да, и, соответственно, не падал бы сам в такой ситуации. И вот тогда чекпоинт мог бы пользоваться ровно тем же кодом, который уже реализован в случае потери коннекта. То есть, мы можем просто имитировать, с помощью чекпоинта имитировать разрыв соединения. И, соответственно, все эти наблюдения сделаны на основе попыток реализовывать код координации для существующих реальных проектов. Вот примеры, которые мы смотрели, они содержат код координации не в самих микросервисах, а во фреймворках, которые пользуются этими микросервисами. То есть, в принципе, если у вас в руках есть программа, которая пользуется одним из этих фреймворков, это может значить, что вы можете пойти и попробовать использовать CRAC с вашей программой, не проводя модификации вот непосредственно в коде, в вашем коде. Нужно просто лишь использовать один из доступных фреймворков. библиотека GDBC Connection Pool это что-то, что держит множество соединений до базы данных в зависимости от текущего потока запросов. И как раз это можно считать как... То есть, модификация для этой библиотеки можно считать разновидностью модификации для использования принципа Fall Tolerance. То есть, если мы масштабируем количество соединений до нуля, то это и будет нормальный код координации для библиотеки GDBC. Ну, а серблит-контейнер Tomcat Catalina мы модифицировали просто потому, что он лежал в том же проекте, где уже лежали модифицированные Tomcat Embedded и GDBC Connection Pool. Ну, то есть, после... Были добавлены команды в... команды Lifecycle для контейнера ChipPoint Restore и, соответственно, после Restore сервлет-контейнер запускается примерно за миллисекунд 200, обнаруживает новые сервлеты и начинает их сервить. А если мы говорим про... Думаем про объем изменений, да, потому что, в принципе, это может выглядеть как какая-то достаточно большая работа, на самом деле она таковой не является. Вот на слайде здесь сейчас нарисован весь код координации, который потребовалось сделать для самого Quarkus, например, который мы уже осмотрели. То есть, здорово то, что он помещается на один слайд. Соответственно, дальше, да, чтобы можно было его сделать, вот прямо сейчас давайте вот я захочу принести счастье во весь мир и сделаю pull-request в Quarkus с таким кодом. Меня там естественно пошлют. Почему, да, потому что я использую какой-то новый нестандартный API, который реализован только в одной Java и который, в общем-то, племает сборку Quarkus на всех остальных платформах. Это как бы неправильно. А в принципе, да, очень бы хотелось, чтобы такой Crack API был бы реализован в самой Core Java, да, то есть чтобы он стал стандартом, чтобы он стал доступен всем пользователям в мире, да, то есть и как бы и чтобы потом разные реализации могли бы этот API реализовывать для для различных, скажем так, механизмов CheckPoint и Restore, то есть, да, даже не основанных на CRIO. Ну, к сожалению, это достаточно долгий процесс, да, и пока не до конца понятно, сколько времени это может занять. Соответственно, чтобы жить как-то сейчас, предлагается такое решение. Это библиотека Orcrack. У этой библиотеки два назначения. Первое – это позволить строить программы с использованием Crack API на GDK, которые не поддерживают этот API в принципе. То есть, и вторая часть назначения Orcrack заключается в том, чтобы в рантайме определять наличие реализации Crack и, например, то есть, если такая реализация появляется, точнее, обнаружена, то прозрачно проектировать запросы из Orc Crack в одну из доступных реализаций. Ну, а если же такой реализации не обнаружено в рантайме, то остается лишь предоставить какую-то адекватную заглушку для операции. И, на самом деле, эта заглушка тоже очень простая. То есть, регистрация для получения событий – это может вполне себе делать ничего, потому что нет чекпоинта, нет рестора, соответственно, нет и событий чекпоинт-рестора. Ну, и, соответственно, запрос на инициацию чекпоинта, вызов чекпоинт-рестор, который мы оперировали в самом первом экзампле, может просто выбрасывать эксепшн, не реализовывая. И это, пожалуй, те моменты, которые, в принципе, должны снизить, точнее, те принципы, которые должны снизить боль при использовании Crack API. А если мы их преодолели, то дальше остается сущая мелочь. Это немножко подумать, как же развертывать наше приложение с Crack API, потому что схема тоже должна немножко отличаться из-за того, чтобы реализовать максимальную производительность. То есть, в самом простом варианте мы, например, можем деплоить Java приложение. Если мы деплоим Java приложение сразу же в продакшн, то мы считаем, что мы страдаем от всех проблем Java и нас, например, это не очень волнует. А когда мы начинаем задумываться о времени старта и разогрева, мы вводим дополнительную фазу. Мы вводим деплой в некоторой канале окружения, в котором мы сначала инициализируем наш сервис, а потом предоставляем какой-то набор запросов, которые должны его разогреть. То есть, это может быть либо тренировочный набор запросов, который мы считаем репрезентативен для нашего приложения, либо это может быть миррор продуктового трафика для того, чтобы Java-машины и приложения могли захватить особенности в текущем потоке. Соответственно, если мы начинаем использовать Crack, то что мы получаем? Мы получаем необходимость дополнительного действия, в котором мы бы сделали чекпоинт и получили новый Java-бандл снабженный образом. И вот такой вот образ вместе с Java стал становиться новым нашим дипломинг-бандлом. Соответственно, с одной стороны некоторое неудобство, с другой стороны, если нам приходится разогревать и поддерживать, если нам, скажем так, приходится сильно масштабироваться и разогревать тысячу новых сервисов, то нам нужно сделать тысячу дипломентов в Канарии окружений. С Crack нам достаточно сделать один дипломинг, его разогреть, а потом тысячу раз восстановить новую Java-банду и, соответственно, сэкономить много-много процесса на время. А в облаке это значит еще и денег. Вот, соответственно, получается так, что чекпоинт и рестор могут произойти, в общем-то, в очень, достаточно, скажем так, непредсказуемом окружении. И это делает роль нового API еще более важной. То есть важно то, что before-checkpoint и after-restore, несмотря на то, что они очень похожи по интерфейсу, у них сильно разные, скажем так, предположения, в которых они должны, цели, которые они должны преследовать. То есть задача before-checkpoint это очень консервативно определить состояние программы как пригодное для чекпоинта. и в случае, если есть намеки на то, что с рестором могут возникнуть какие-то проблемы, задача before-checkpoint до создания образа выбрать эти эксепшен и тем самым прервать сохранение образа. То есть точно так же, как и крак-платформа следит за состоянием, точно так же, у приложения тоже есть возможность анализировать свое собственное состояние и в случае необходимости прерывать чекпоинт. Это все равно намного лучше, отсутствие чекпоинта намного лучше, чем плохой образ, который мы сможем задеплоить, например, скажем так, тысячу раз и тысячу раз получить какую-то проблему. Это то, чего мы и хотим избежать. Ну, а задача авторестор, которая запускается после восстановления, становится как можно, скажем так, изо всех сил постараться восстановиться, то есть привести всю систему в консистентное состояние. В принципе, да, к сожалению, это не всегда возможно, поэтому авторестор тоже бросает эксепшн, и задача этого эксепшн это сигнализировать о каких-то ошибках. То есть все эксепшн, которые возникают before checkpoint и авторестор они агрегируются и предоставляются для обработки той сущности, которая инициирует чекпоинт. То есть, например, они вываливаются как эксепшн из вызова чекпоинт-рестор, который мы видели в самом первом примере. Вот такой вот API – это что-то, чего у ванильного крака, у ванильного крио, извините, из коробки нет. Просто потому, и просто за того, что такие принципы – это что-то не совсем совместимое с реализацией. Когда крио начинает чекпоинт, первое, что она делает, это останавливает целевой процесс с помощью debugger API. То есть, больше никакой код процесса не может исполняться. Это нужно для того, чтобы крио могло анализировать состояние процесса и видеть его, скажем так, в неизменном состоянии, а не гнаться за убегающей целью. А после того, как процесс остановлен, крио начинает анализировать состояние, например, с помощью стандартных механизмов описанной стимы Linux, это может быть PROCFS. Там достаточно много информации, которая действительно полезна для анализа состояния процесса. Но, к сожалению, самого по себе PROCFS недостаточно, поэтому в какой-то момент крио подгружает некоторый код в процесс, который по официальной терминологии называется паразитным. И задача этого паразитного кода это проинспектировать состояние процесса изнутри. То есть, как если бы процесс производил какие-то действия самостоятельно. Соответственно, результаты такой интроспекции передаются в основной процесс крио с помощью каких-то механизмов и они складываются в образ. То есть, начиная с вызова Ptrace API просто так сделать ничего нельзя в процессе. Рестор выглядит следующим образом. Сначала у нас есть крио, в который поступил запрос рестор. Первое, что она делает, это форкается и делает копию. И затем эта копия начинает плавно превращаться в целевой процесс, где каждый элемент процесса восстанавливается шаг за шагом. То есть, например, сначала открываются нужные файлы, потом восстанавливается карта памяти, восстанавливается содержимое файла, восстанавливаются какие-то важные элементы контекста операционной системы. И затем, когда все это проделано, когда процесс полностью приобретает нужные черты, после этого крио дает запрос через тот же Petra и CPA о том, что можно ехать. Соответственно, задача крио заключается в том, чтобы сохранить полное состояние процесса, в котором есть контекст операционной системы, который не всегда нам дан, скажем так, не всегда нам доступен. Из-за того, что нужно сохранять целые контейнеры, часто нужно, то есть, возможным запросом крио также могут попросить сохранить вот такой вот шелл, который исполняет вот такую команду. Вот здесь вот такую команду. Вот здесь существует по крайней мере три процесса. И эти три процесса шарят между собой ресурсы в каком-то, ну, скажем так, непредсказуемом способе. То есть, один конец пайпа лежит у продюсера, второй конец пайпа лежит у фильтра, а все вместе шелл продюсера и фильтра, они делят между собой дескрипторы с TDRR. Соответственно, за чип-поинтить это все совершенно нетривиально, поэтому крио пользуется какими-то функциями, дополнительными функциями, которые внедрены в ядро Linux. И, в принципе, при использовании крака вот такие вот дополнительные функции, их можно было попытаться избежать. Еще один пример, может быть, более показательный, выглядит, заключается в необходимости сохранять активные сетевые соединения. То есть, крио достаточно мощная утилита, которая действительно может сохранить процесс вместе с, например, сокетом, даже, например, соединенным с удаленной стороны. А проблема заключается в том, что, предположим, у нас, мы пытаемся чип-поинтить процесс, в который удаленная сторона уже передала какой-то сетевой пакет. Но мы чип-поинтимся до того, как наш процесс смог прочитать эти данные из недр операционной системы. Поэтому в контекст операционной системы также ложатся все сетевые пакеты, которые относятся к сокетам, которые доступны к нашему процессу. То есть, это существенно сильно усложняет реализацию. То есть, мы видим два элемента, что крио делает чуть больше, чем нужно для крака, и делает чуть-чуть того, что краку нужно. Соответственно, если бы крио ориентировалась только на интерфейс, который необходим к краку, это некоторым роде упростило бы саму реализацию. В плане того, что крио не делает, нам приходится делать это на стороне виртуальной машины. Соответственно, здесь нарисованы последовательности, которые нужно для того, чтобы сделать чекпоинт и ресторн. То есть, после вызова методов виртуальная машина переходит в состояние сейфпоинта, то есть, в состояние, в котором ни один жавопоток не может исполняться. И вот в этом состоянии мы проверяем состояние дескрипторов и вообще полное состояние и определяем возможности или невозможности с чекпоинтом. После этого мы каким-то образом готовимся к чекпоинту и переходим в фазу ожидания рестора. Параллельно запускаем крио чекпоинт. Ну и, соответственно, где-то вот в таком состоянии у нас и получается образ виртуальной машины. Восстановление проходит в следующем порядке. Сначала запускается крио рестор, который восстанавливает виртуальную машину по-прежнему фазе ожидания рестора. После этого, соответственно, необходимо опровестить виртуальную машину о том, что рестор произошел и можно продолжать. Здесь мы можем сделать какую-то дополнительную инициализацию после рестор и начать выполнять уже Java-методы авторестор. О каких функциях подготовки и дополнительной инициализации я говорю. Дело в том, что с использованием что есть некоторые моменты, которые нужно делать просто, чтобы все работало хотя бы корректно. Мы сегодня уже пользовались GCMD и GPS. Реализуются они следующим образом. То есть при попытке, чтобы найти виртуальные машины, которые работают в нашей системе, нужно посмотреть в директорию HHS PerfData с именем пользователя и найти файлы, которые являются PID-ами других виртуальных машин. Контролируется это флажком UsePerfData. И естественно, что когда виртуальная машина перестает существовать, ее задача перед тем, как виртуальная машина начинает существовать, ее задача становится удаление этого файла. Потому что понятно почему. Соответственно, что мы предположим в следующей ситуации. Мы успешно восстановили виртуальную машину. Виртуальная машина как обращалась к файлу VHSPerfData, так и продолжают к нему обращаться. И затем мы корректно завершаем виртуальную машину. Файл удаляется. Если же мы теперь пытаемся восстановить виртуальную машину, в которой зашито необходимое существование файла VHSPerfData, то такой restore не будет успешен. Просто потому что файла нет. Соответственно, это, в общем-то, то, что мы получим при использовании обычной крии. Соответственно, решение очень простое, но требует каких-то технических действий. А именно, что в момент CheckPoint и Restore виртуальная машина должна управлять файлом, вот этим файлом VHSPerfData для того, чтобы позволить восстанавливать Java машину несколько раз. и теперь смотрите, что получается. У нас есть не только виртуальная машина, которая знает CheckPoint Restore, скажем так, семантически, но она еще знает о существовании крио, который, соответственно, в виртуальной машине уже есть какие-то маленькие завязки, которые нацелены для того, чтобы обеспечить корректность для работы с крио. Теперь, что мы можем сделать? Теперь мы можем подумать, а нельзя ли сделать какие-то оптимизации с использованием этого знания? На самом деле, таких есть парочка уже реализованных, и мы посмотрим на те, которые можно сделать в будущем. Представим вот такую ситуацию. До CheckPoint у нас работает Java программа и выделяет какое-то количество Java объектов. Когда мы приходим в CheckPoint, некоторые из этих объектов больше не нужны, это мусор, и черным, например, помечены живые объекты серым мусором. Если мы уйдем в CheckPoint вот прямо в этом состоянии, то окажется так, что крио без знания о, скажем так, о семантике памяти вынужден сохранять полностью образ памяти и восстанавливать его. В самом простом варианте это значит, что на диске в образе окажется весь мусор, который мы успели выделить, хотя он нам совершенно здесь не нужен. То есть мы должны что-то сделать со стороны виртуальной машины для того, чтобы это вылечить. Решение достаточно простой на самом деле. Крио само по себе пользуется следующим наблюдением, что память, полностью чистая страница памяти, она неотличима от страницы, которую только зарезервировали и к которой еще никто не обращался. После обращения к такой незарезервированной странице операционная система ее выделит, заполнит нулями и отобразит, куда нужно. Соответственно, крио не сохраняет полностью чистые страницы вообще. и это позволяет нам сделать очень простую вещь. Если мы сделаем полную сборку мусора, то есть, например, это придет к уплотнению объектов, вся серая область окажется в одной стороне, а затем зачистим эту серую область и превратим ее в белую, то больше эта память не попадет в образ. И таким образом мы перейдем от ситуации, в которой размер образа состоит из максимального потребления Java кучи, мы перейдем в состояние, в котором размер образа является функцией от живой части кучи. И это должно сильно помогать при реальных использованиях этой технологии. А вторая часть, которую мы можем реализовать, это мы можем подумать о том, сколько времени восстанавливается образ. То есть вот эти 30 миллисекунд это дано, дано свыше, дано реализации крио, или мы здесь что-то сделали. То есть ответ на самом деле мы здесь что-то сделали. Смотрите, что происходит. Вообще память VM состоит из множества разных областей. И эти области, то есть как мы смотрели на реализацию крио, все эти области нужно восстановить до того, как позволить процессу работать. Потому что соответственно от любого процесса не ожидает ситуация, когда например какая-то часть памяти ушла, то есть пропала. Нам нужно полное состояние памяти в том виде, как она существовала до момента чекпоинта. И соответственно мы видим, что среди областей памяти не не все нужны прямо сразу же, скажем так. Для того, чтобы например обработать запрос, нам не нужна вся куча, нам достаточно только код виртуальной машины и какие-то например стэк потока, которые будут обрабатывать. И возможно какие-нибудь части код кэша. Это нас приводит к мысли о том, что если мы будем восстанавливать только часть памяти процесса, то мы выиграем во времени. И сейчас мы реализуем такой принцип, в некотором роде реализуем такой принцип. Мы модифицировали криу для того, чтобы образ процесса отображался лениво. То есть вместо того, чтобы загрузить полностью его как большой-большой блок, мы лишь делаем отображение этого блоба в память. И соответственно время восстановления становится функцией не от размера всей, например, кучи, а функцией от количества областей в этой куче. То есть временем, которое нужно для того, чтобы отобразить каждую из областей. К сожалению, такая оптимизация обладает некоторыми острыми краями, а именно если мы сейчас посмотрим в карту памяти, то мы обнаружим там только лишь отображение. Это значит, что если виртуальная машина упадет, то в корфайле будет написана какая-то ерунда, которую будет очень сложно анализировать. Соответственно вот в этом месте хотелось бы что-нибудь поделать, улучшить вот это самое ленивое отображение образов. Интересно то, что в более поздних версиях Рио появляется опция Lazy Pages, которая в принципе может нам помочь. Единственное, что мы думаем, нужно ли нам ее использовать, или мы можем реализовать что-то свое. Потому что у чего-то своего есть какие-то весьма весомые преимущества. Во-первых, Lazy Pages все равно не сможет знать о специальных назначениях той или иной области памяти. А ведь кажется, что контролируя порядок, в котором мы перезагружаем ту или иную память, мы можем контролировать соответственно вероятность, которую мы войдем в PageMiss и вероятность которой нам придется прочитать что-то с диска и приостанавливать текущий поток исполнения. То есть кажется, что нужно реализовать какой-то похожий механизм предзагрузки прямо в виртуальные машины и соответственно получить минимизацию этого времени остановок. Еще это позволит нам сделать сжатие образа, потому что мы сможем контролировать в общем-то семантику каждого PageMiss и, например, сможем сделать разжатие той или иной страницы при каждом обращении. Что еще нужно сделать? Это, конечно, обновить предположение виртуальной машины после того, как мы произвели восстановление. То есть самый простой пример относится к корректности. Если мы сделали чекпорт на машине, на которой есть какая-нибудь хитрая инструкция, а восстанавливаемся на машине, на которой этой инструкции нет, то мы с большой вероятностью попадем в ситуацию, что виртуальная машина очень прооптимизировала весь код в предположении, что инструкция так и есть. Это значит, что мы рано или поздно после рестора упадем. Соответственно, пути подхода к решению это либо компилироваться консервативно, теряя финальную производительность, либо учиться обновлять уже сгенерированный код после рестора. То есть возможно, это будет более правильным подходом. Мы также можем подумать, нужно ли менять размер кучи после восстановления. То есть нужно ли применять эргономики ГЦ в новом окружении. например, при условии, что после восстановления доступен другой объем памяти. То есть это тоже можно сделать для того, чтобы повысить выполняемость пользовательских ожиданий, скажем так, принести еще больше семантики нового запуска в операцию restore. И на самом деле есть еще множество оптимизаций, которые, может быть, хотелось бы сделать. Мы уже упоминали, что для работы крио нужны рут-привилегии. И один из основных моментов, которые требуют такие рут-привилегии, это необходимость использовать ptrace. потому что нужно уметь останавливать процесс для того, чтобы сделать чекпоинт или подгрузить туда паразитный код. Здесь есть некоторое наблюдение. У нас в руках уже есть виртуальная машина, которая уже очень много знает о чекпоинт restore. Нельзя ли ее заставить знать еще больше? То есть нельзя ли внедрить, например, код паразита сразу в виртуальную машину и отказаться от ptrace? И это должно на самом деле сильно улучшить изобилие такую систему. То есть мы надеемся это сделать рано или поздно. И соответственно теперь у нас в руках есть виртуальная машина, которая знает очень много про чекпоинт и часть из этих элементов чекпоинта restore может реализовывать самостоятельно. Очень интересно посмотреть, нельзя ли использовать какие-то альтернативные механизмы чекпоинт restore. Особенно важно иметь те, которые смогут запускаться на каких-то других операционных системах, например, не линукс операционных системах. То есть им на самом деле интересно то, что это возможно. Мы знаем, то есть Дэн из OpenG9 что-то проделал что-то такое для своей виртуальной машины и реализовал многие элементы из чекпоинт restore прямо там. То есть это в общем воодушевляющий пример, это значит, что мы можем сделать так же, чем в конце концов ватспот хуже. Соответственно если мы посмотрим на кракс высока, точнее с высоты, то мы найдем некоторые части, которые уже мы видим в существующих технологиях. То есть крак, например, и любой проект, который основан на ход-of-time image, то есть как игральный image, или может быть будущий project laden, использует принцип time-space trade-off. То есть мы не получаем ускорение за бесплатно, мы тратим какое-то дисковое пространство для того, чтобы купить ускорение. Нам нужно где-то хранить образ, с которым мы можем быстро восстановиться. В случае head-of-time image у нас есть фаза компиляции, где, например, Grail очень сильно анализирует программу, определяет множество путей исполнения и записывает в результирующий образ результаты этих путей. либо результаты этих путей в некоторых ключевых точках. Соответственно, восстановление, то есть запуск из такого образа в случае Grail native image это работа на какой-то особой виртуальной машине, которая может быть и не виртуальная машина вообще. Это может быть либо статический образ, которым может быть помогли с помощью profile guide оптимизации. Но в принципе можно представить ситуацию, в которой в некоторых случаях старт из Grail native image будет делать fallback в настоящую виртуальную машину. То есть случай, если, например, мы нарушили какое-то предположение о закрытости мира. То есть такую реализацию представить можно. Соответственно, Crack очень похож в том смысле, что у нас тоже есть фаза предподготовки, но вместо того, что вместо анализа множества, путей мы позволяем исполнять в виртуальной машине ровно один конкретный путь. И в принципе это может быть полезно в том случае, что в этом пути написаны все особенности пути исполнения. Ведь для того, чтобы, например, в Grail в случае, если в некоторых случаях, когда мы, например, убегаем из закрытого мира и попадаем в мир открытый, Grail требует некоторой дополнительной конфигурации. И вот эта конфигурация сделана с помощью специальных конфигурационных файлов, что можно воспринимать как DSL. В то же время в Краке этот путь исполнения описан с помощью самой Java программы. в принципе это вот так предположительно кажется, что эти две технологии можно в конце концов каким-нибудь образом совместить и получить что-то более интересное. То есть во что запускается Крак, зависит от реализации. То есть сейчас при реализации на Крио мы получаем полную GVM после restore. И как бы на самом деле считаем, что это очень важное свойство. Но чисто теоретически можно использовать именно этот же статический например образ, но который будет запускаться не с начала жизни программы, а где-то с середин. Используя все те же самые концепции и например API, которые предоставляет Сакрак. И вот совмещение всех технологий в различных технологиях это по-прежнему открытый вопрос, который мы будем прорабатывать. В сумме Крак можно описать следующим образом. Это что-то живое, что-то, что лежит на GitHub. Соответственно, если пойти по ссылке, то можно найти реализацию Java Крака, то есть Java Bundle, который лежит, который можно скачать, запустить на произвольную Linux операционную систему. Там мы найдем соответственно сам Крак. API, который реализует и проверку, во-первых, оповещение о Checkpoint Restore, во-вторых, проверку каких-то вариантов о состоянии Java программы и можно ли сделать Checkpoint Restore. Также мы найдем реализацию на CRIO, патчи CRIO, с помощью которых мы достигаем указанных времени старта и разогрева. Там же будет код модифицированных фреймворков и на самом деле и билды этих фреймворков. То есть, в принципе, можно указать в качестве Mavin репозитория GitHub и попытаться собрать свою программу с использованием, например, Quarkus или Micronaut в которых уже внедрены код для координации. Можно запускать примеры, про которые я сегодня рассказывал. То есть, эти примеры запускаемые, они должны демонстрировать ровно такие же времена старта, как мы сегодня обсуждали. И, пожалуй, есть надежда, что у вас такие результаты воспроизведутся, потому что там же есть тесты на GitHub Action, которые проверяют, что все запускается и время старта остается хорошим. Есть какая-то документация, например, для Jet нарисован Step-by-Step Guide, как в некотором смысле похоже на то, что мы обсуждали сегодня. А в случае каких-то проблем можно делать тиши на GitHub, можно писать мне на почту. Соответственно, спасибо. Это было очень любопытно. Большую часть вопросов я бы предложил перенести в дискуссионную зону, но, может, один, который я хочу сам задать. Вот, предположим, у меня есть старое большое Legacy-приложение и сделать там какой-нибудь ahead of time большая запара. А может ли мне здесь помочь как раз-таки Крак? Надо пробовать, то есть я бы пообещал, что будет прям здорово, но гарантировать это сложно. Надо пробовать. И это как раз именно в этом месте есть надежда, что Крак будет полезен, хотя бы он скажет, что надо сделать. То есть он скажет, что у тебя открыты вот эти файлы, вот эти сокеты, иди, пожалуйста, перепиши код. Хорошо, спасибо. Что ж, тогда еще раз благодарю тебя, Антон, благодарю Ваню и предлагаю вам отправиться в дискуссионную зону пообщаться с остальными слушателями, с другим Иваном, который был активен в чате и со всеми остальными, кто захочет. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.